создадим из семейства светильник выбираем создать в шаблонах семейств ищем источник света осветительный прибор у нас открылся опорный уровень то есть план нам еще понадобится в будущем 3d например спереди возьмем вид спереди для начала здесь у нас появится источник света но мы его не будем дальнейшем использовать будем источник света и ставите в тендерлакс здесь мы отключим его зажадим размер по примеру сейчас 1500 например возьмем 500 миллиметров так как у нас видите спереди это может быть сбоку слева справа сзади но в первую очередь мы будем в этой проекции сейчас нарисуем профиль по которому будем с помощью инструмента вращения сделаем этот светильник размеры делаем примерно вот здесь мы сейчас рисуем шаблон профиля по которым произойдет вращение мы берем оси и сделаем вращение размеры сейчас под патрон сделаем сейчас под патрон и 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 Если бы у нас был пример, допустим, мы могли бы импортировать картинку и, соответственно, обвести ее и профиля получить необходимый рисунок. Обращаю внимание, что мы делаем профиль, и профиль должен быть закрыт, то есть все эти линии должны быть привязаны друг к другу. Вот получился у нас такой заблончик. Теперь выделяем линию оси вращения, нажимаем на кнопочку и рисуем ось и галочки. Вот у нас получился вот такой корпус светильника. Его можно посмотреть в 3D. Теперь сделаем крепление. Возьмем инструмент выдавливания. Продолжение следует. Продолжение следует. Здесь можно скруглить. Потому что если лист будет загуб, то он не будет подостровываем. сейчас мы делаем все примерно но если задаться не целью, можно все сделать достаточно точно как на чертежах выделим и воспользуемся зеркальным отображением за эти ручки можно будет тянуть, если что можно будет поднимать сейчас лучше использовать другой вид, например, себе вот сейчас создадим крепление трубу через которую проходит провод перебьем в упорный вид возьмем сейчас создать инструмент выдавливания окружность примерный размер под под трубу в которой пойдет кабель в режиме каркаса мы видим нашу трубу скрытой линии не будем видеть теперь ее подтянем следующий шаг сейчас сделаем такую издевающуюся плавную линию имитирующую кабель перейдем создать и возьмем инструмент сдвиг сдвиг профиля создадим эскиз траектории возьмем вот такую линию плавную я щелкнул на мышке левой клавишей ну теперь escape все она зафиксировалась обязательно закрываем редактор эскиза траектории не забываем нажали все вот у нас появилась сейчас в 3d виде мы видим траектория по которой пройдет потом профиль вот эти линии плоскости это рабочая плоскость которая перпендикулярно этой траектории теперь перейдем в 3d вид вот и вот здесь будет активен пункт где можно выбрать профиль у нас здесь за подгруженый профиль урочный нам не подходит можно погрузить другой и по этому профилю по траектории у нас будет создан объект или же редактировать профиль можно прямо здесь в редакторе вот так как у нас плоскость уже задано на перпендикулярной линии на траектории мы возьмем окружность и небольшую диаметр сделали так и окружность и окей все вот у нас получился может теперь немножко воздвинуть вот так вот Продолжение следует... Теперь создадим еще крепление, такое как штангу для одного светильника. Потом их здесь делаем несколько, скопируем. Опять же, варианты крепления можно смотреть, как они у производителей. Мы здесь сделаем немножко условно. Так же вращение создадим. Продолжение следует... Продолжение следует... И сделаем еще такой квадратный профиль. Продолжение следует... Продолжение следует... Допустим, у нас будет такой комплексный светильник с тремя, например, светильниками. Перейдем теперь в вид спереди, боковой, фронтальный вид. Вот, выделим светильники. Да, наверное, вот так выделим их. Контрол, удерживаем. И сделаем группу. Для того, чтобы удобно было копировать, чтобы она не развалилась, если какая-то ошибка будет при смещении. И на необходимое расстояние можно их разместить. Сделаем три штуки. Так. 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 Теперь группы можно разгруппировать. И сейчас повернем светильники в разные стороны. Выделяем светильник. Дон уже выделен, хотя они все друг за другом, но именно выделен средний. Поворачиваем. Но здесь, видите, на смещение происходит. Поэтому надо вернуть крепление. Теперь поднять его надо будет. Вот в этом комплексе, получается, будет один светильник смотреть в одну сторону. Два будет вниз. Можно развернуть эти два в другую сторону. То есть уже в зависимости от задачи. Таким образом у нас готово семейство. Сейчас в семействе я не настраивал размеры. Вот это за другой вопрос. Когда можно будет указать параметры на каждый элемент. Диаметр и высоту. Сейчас пока мы рассмотрели создание семейства светильников. Сохранить. Сохранить. В данном случае у меня уже было название. Сохранить семейство. Вот. И я его сохранял в свои светильники, где у меня мои семейства. То есть не стандартно библиотечно, а мои. Все. Вот у меня там есть. И теперь это семейство можно будет импортировать в нашу сцену или в наш проект. В этом году мы можем забудить. В była уверена. ление verdictа на среднем. И вот тогда мы всем graspка. И после этого мужч�도 есть еще один из шоуwind. Это показывая военные в abstину могут быть своблики и яйцом высок овоскопии. Продолжение следует...